Всем приветики-приветики! Меня зовут Настя, и в этом видео я хочу подвести книжные итоги года, а именно расскажу о лучших прочитанных книгах. За окном просто ураганище какой-то, метелище, так что вы можете слышать шум. Заранее извиняюсь. У меня в руках блокнот и тетрадь, и вот в этом розовом блокноте отмечены все книги, которые я читала в этом году. А почему я показала азиатскую тетрадь, просто потому что она очень красивая, и я уже потихонечку начинаю ее заполнять, пишу свои мысли по поводу книг. Давайте посмотрим, сколько книг я прочитала в этом году. Прочитала 33 книги на 2 меньше, чем в том году. В том году было прочитано 35. С каждым годом я читаю все меньше и меньше, но, как говорится, количество — это не главное. Вижу, что январь я начала с мураками норвежского леса, и эта книга мне понравилась, то есть год 2023 я начала очень удачно. Значит, я начну рассказывать с норвежского леса. Как сказала ранее, книга мне очень понравилась, хотя она о смерти, и в ней вы ничего веселого не увидите. Токио 1960-х годов, и наш главный герой, 37-летний мужчина, вдруг слышит песню Beatles «Норвежский лес», и она ему навевает определенные воспоминания о его студенческих годах. Вспоминает о потерях в своей жизни, о женщинах, которых любил, и с которыми просто спал. В книге, конечно, много постельных сцен, и многим это может не понравиться, и я, кстати, перед прочтением думала, что мне это как раз-таки не понравится, но нет, все произошло иначе. Не то, чтобы я сейчас говорю, что какие классные постельные сцены, просто супер, нет. Просто меня это не оттолкнуло от книги и не помешало в нее влюбиться. Меланхоличная, философская, душевная и правдивая история, которая меня не оставила равнодушной. И мне очень нравятся слова, которые написаны сзади книги «Мы живы, и нам нужно думать только о том, как продолжать жить дальше». Хотела бы поговорить о книге, которую прочитала совсем недавно, Стругацкий «Трудно быть богом». Я миллион раз говорила, что очень люблю этих писателей. Конечно, книга меня впечатлила и сразу попала в топ 2023 года. Честно говоря, я другого и не ждала. Здесь у нас социально-фантастическая повесть. Действие происходит в вымышленном государстве, в вымышленном мире Арканар, где царит средневековье. И в этом государстве есть шпионы, если можно так сказать. Они из цивилизованного мира, земного мира, и наблюдают за правительством Арканара и за его жителями. Как все эти люди движутся к направлению к цивилизации, какими шагами. Спойлер — очень медленными. И книга лично для меня о том, что каким бы ты цивилизованным человеком не был, как бы ты не хотел жить по совести, поступать честно, по-человечески. Если твоей жизни угрожает опасность, а тем более, если твоим близким угрожает опасность, ты можешь из самого цивилизованного человека превратиться в настоящего зверя. Мировоззрение авторов мне очень отзывается. Человек при любых обстоятельствах должен оставаться человеком, но как же это трудно. Как же трудно быть богом, поступать правильно, понимать других людей, когда они творят, например, зло. Хотя после прочтения я все равно верю в человечество, верю в добро и в действительно хороших людей. Вячеслав Шишков «Угрюм река» — это самая любимая книга года. Конечно же, хочу показать оформление, потому что оно восхитительное. Книга толстенькая, и я ее читала месяц или даже больше. Здесь у нас семейная сага Громовых. Начинается все с душегуба и грабителя Данилы Громова, потом продолжается его сыном Петром, ну а дальше уже другим сыном, сыном Петра Прохором. Я всегда путаю Петра с Прохором. И эта история для меня, конечно же, потому что каждый в книге видит свое, напоминаю, всегда об этом говорю. Для меня эта история о том, до чего может довести жажда денег, жажда наживы. Когда ты из человека превращаешься в зверя. У меня все книги по ходу об этом. Либо смерть, либо когда человек теряет свой облик. Ну вот такие книги я люблю. Первые 100 страниц — это просто фильм «Выживший», а я этот фильм обожаю. Наверное, поэтому книга мне понравилась с первых страниц. Прохора воспитывают таким предпринимателем и отправляют изучить земли вокруг угрюм реки, чтобы понять, где что можно выгодно купить и продать. И Прохор видит, как обманывают простых рабочих, как над ними издеваются и говорит, что я таким никогда не буду. Но мы понимаем, что он таким точно станет, таким же извергом. И таким ужасным человеком он будет только из-за денег. Читать, конечно, жутко, страшно. Здесь просто есть такие события, от которых вы будете в шоке. Эта книга меня безумно впечатлила, и я ее обожаю и очень советую. Саяка Мурата «Человек комбини». Эта книга очень коротенькая, вы посмотрите на ее толщину, ее можно прочитать за один день. Мне она безумно понравилась своей темой нормальности, как быть нормальным и что вообще такое нормальность. Главная героиня 36 лет работает в магазинчике «Комбини». Это такой азиатский магазин, в котором абсолютно все есть. Все, что вам захочется, там будет. И она уже в этом магазине работает 18 лет. Если я не путаю. Ну, в общем, очень давно. И все ее близкие считают, что это ненормально. У нее нет семьи, у нее нет детей, мужа. Она одна, спокойненько ходит, отработает, приходит домой. И так постоянно. И все говорят, что с ней что-то не так. Что это точно ненормально. А она себя в магазинчике в этом чувствует на своем месте. Ей все нравится, ее все устраивает. Но вот это общественное давление, конечно, оказывает на нее влияние. И она начинает примерять на себя определенные маски и казаться тем, кем она не является на самом деле. И к чему ее это приведет, вы узнаете, когда прочитаете эту прекрасную книгу. Чарльз Мартин «Между нами горы». Эта история меня так затянула. Просто с первых страниц очень понравилась. Очень легко написано. И я как будто бы посмотрела классный фильм. Очень понравилась книга. Хотя, да, она простенькая, но безумно интересная. Главный герой, женщина и мужчина случайно знакомятся в аэропорту Salt Lake City, который находится в горах. Они летят в Атланту, каждый по своим причинам, очень важным причинам. Одна вообще на свадьбу, другой на важную операцию. Но они не могут улететь, так как все рейсы отменены из-за непогоды. Они находят маленький частный самолетик, пилот соглашается лететь с ними в Атланту. И, конечно, зря он это сделал, потому что самолет терпит крушение, пилот сразу же умирает на месте. Но наши два главных героя, герой и героиня, остаются живы. Но в каких обстоятельствах они остаются живы? Просто трэшовых. Они в горах, где только снег и дикие звери. Да причем каждый из них получил очень серьезные травмы. Очень захватывающе, постоянно хочется знать, что же там будет дальше, выживут они или нет. Короче, интересная книга, советую. Гёте Фауст. Сюжет у нас здесь таков. Талантливый ученый Фауст заключает сделку с чертом-дьяволом-злым духом Мефистофелем. Он продает ему свою душу взамен на познание этого мира, так как науки он все уже знает, а вот жизнь совсем не понимает. Но в начале книги Мефистофель также заключает сделку с Богом. Мефистофель говорит Богу, что он точно совратит Фауста, Фауст пойдет у него на поводу. А Бог говорит, нет, я верю в человечество, я верю в Фауста, и он не будет за тобой следовать. Вы, конечно, когда прочитаете, узнаете, получилось ли у дьявола-черта-злого духа Мефистофеля совратить нашего Фауста, или все-таки нет. Или все-таки человек остался человеком опять, я пришла к этой теме. Человек, человечность. И, как ни странно, мне понравился очень вот этот дьявол-мефистофель, и я думаю, он многим понравился. Мефистофель, конечно, очень харизматичный персонаж, но всегда зло харизматично, а добро слишком, слишком скучно. Но для меня привлекательно это только в книгах, в жизни, добро на первом месте. Не надо никакого зла. Случит очень наивно, понимаю, но скоро Новый год, можно поговорить о добром. Можно. Ремарк «Ночь в Лиссабоне». Этого автора я люблю, особенно люблю его книги «Жизнь взаймы» и «На западном фронте без перемен». «Ночь в Лиссабоне» мне тоже очень понравилась. У меня есть с этой книгой влог, где я читаю ее за один день. Но она такая маленькая, что за один день ее реально очень легко прочитать. Книга очень тяжелая, ведь это ремарк. Мы все понимаем, что этот автор пишет не самые веселые произведения, мягко говоря. У нас здесь немецкие эмигранты, которые бегут от фашистской Германии в Америку. Спасают, в общем, свои жизни. Но у некоторых это получается, у некоторых нет. И, конечно же, здесь есть болезнь. Ну, куда ремарк без болезни, без смерти, без эмиграции? Никуда. И здесь все это есть. И читать это тяжело. Просто у меня после книги случилась, наверное, паническая атака и дичайшая тревога, так как произведение актуальное. Слишком. У меня здесь достаточное количество закладок, потому что ремарк пишет очень красиво. Какой же список любимых книг за год без Джейн Остин? Я ее обожаю. Здесь у нас история девушки Фанни Прайс, которую в юном возрасте отправляют на воспитание к богатым родственникам в поместье Мэнсфилд Парк. Ей приходится сложно адаптироваться к новой семье, но у нее появляется друг, в которого она влюбляется. Но не все так просто, так как Джейн Остин замечательный психолог. Она очень наблюдательная и подмечает все необычные и обычные черты характера, поэтому ее так интересно читать. И у нашей Фанни Прайс не все так гладко и сладко идет в жизни. Она ее любит, но эта любовь безответная, она страдает, видит пороки других людей, но в этом грязном мире она пытается быть таким светлым лучиком. Фанни такой, знаете, милый нежный цветочек. И хочется ей сказать, ну поконфликтуй ты уже с кем-нибудь, ну поставь ты кого-нибудь на место. Вот прямо хочется ей так сказать. Но когда читаешь книгу, понимаешь, что Фанни Прайс делает все правильно, так как в итоге, а я не буду говорить, как в итоге, я же не спойлерю, поэтому читайте и узнавайте, что там у нас творится с Фанни Прайс, с ее чувствами. Произведения Джейн Остин актуальны, у нее прекрасный юмор, естественно, мой субъективный взгляд и красивый слог. Вилки Коллинз «Отель с привидениями». От этого автора и от книги я вообще ничего не ждала. Я думала, это будет такая разовая акция, прочитала и забыла. Но как я ошибалась, потому что я влюбилась в автора. Мне очень понравилось, как он пишет, и как он строит сюжет, и вот эти интриги, и юмор. А я обожаю юмор во всем. И когда я его встречаю вроде бы не в такой уж и веселой книге, мне это безумно нравится. Но здесь книга не грустная, она просто забавная, на мой взгляд, и интересная, что очень важно. «Отель с привидениями» — маленькое произведение, занимающее не весь объем этой книги, поэтому что-то говорить я не могу, это будет спойлер. Но давайте я скажу завуалированно, что у нас здесь есть отель, жуткий отель с привидениями. Действительно, у нас здесь есть и мистика, и любовь, и преступления, и детективная линия. В общем, все понамешано, но это прекрасно. На зончике у меня уже книги отложены, но я их еще не заказала. Обязательно закажу, и в 2024 году почитаю автора. Как же может год пройти без Стругацких и Джейн Остин, и, конечно же, Стивена Кинга? В этом году автор читала две книги «Глаза дракона» и «Под куполом». И вторая книга стала одной из любимых этого года, и, в принципе, одной из любимых книг у автора. Она толстая, понимаю, но не бойтесь объема, потому что читается легко и быстро из-за суперинтересности книги. В центре сюжета городок Честер-Смилл, провинциальный, маленький, все как любит Стивен Кинг и его жители. И вдруг в этом городке возникает барьер, который, как мы понимаем, является куполом. Через этот барьер, конечно же, не выйти, и никто в этот барьер войти с другой стороны, естественно, тоже не может. То есть город изолирован, и в нем происходят из-за этого очень страшные вещи. Читать реально страшно в некоторых моментах, просто жутко и даже поташнивает. Но, как я раньше сказала, очень интересно. Интересно знать, что будет дальше, что будет с жителями, потому что некоторые жители здесь просто отвратительные люди. Конечно, есть и хорошие, но у Стивена Кинга зло — это не выдуманные привидения, призраки или кто-то еще, а сами люди. Очень советую к прочтению, еще раз повторюсь, ни в коем случае не бойтесь объема, читается в лед. Остались у меня два цикла, но я их полностью не читала в 2023 году. То есть я их начала в 2022, а вот закончила как раз-таки в 2023. Хотя один я еще не закончила, но надеюсь на это, потому что книга еще не в продаже. Поговорим об этом попозже, чуть-чуть попозже. Цикл Майка Омара «Внутри убийцы» — это детектив-триллер, и после этих книг я полюбила детективы. То есть все благодаря автору. И у меня вообще сейчас есть такая идея заказать все его детективчики, ну, естественно, постепенно, и читать, и читать. Потому что автор пишет страшно, жутко, интересно и очень легко. Несмотря на всю вот эту жуть, очень легко читается. Первая книга «Внутри убийцы», вторая «Заживо в темноте» были прочитаны в 2022 году. А вот в 2023 я закончила этот цикл, цикл о Зои Бентли, про Файлере, который составляет портрет маньяка, убийцы, маньяка, убийцы, сужает тем самым круг подозреваемых, короче, расследует преступления и находит преступников. И вот я прочитала «Глазами жертвы» последнюю книгу, которая мне безумно понравилась. Не скажу, что больше предыдущих, но не скажу, что на одном уровне. Она интереснее, на мой взгляд, второй книги. На вторая тоже супер. Короче, все книги супер, очень советую, если вы любите вот такие острые сюжетные истории. В «Глазах жертвы» у нас и серийный маньяк, и кровосос, чувак, который пьет кровь живых людей. Короче, жуть жуткая, но я в восторге. И цикл «Благословения небожителей». Последняя книга у меня при заказе должна прийти в конце декабря, в начале января, поэтому, скорее всего, этот цикл-то читан будет уже в следующем году. История здесь у нас «Божество селяня» и «Могущественного князя» демонов Хуачена. И, в общем-то, здесь их приключения божественные, демонические, какие у них отношения возникают, крепкая мужская дружба, да. И, в общем, мне нравится сеттинг, мне нравятся сами персонажи, они милашки. Мне интересно знать, что будет дальше, и поэтому я очень жду последний том. Есть, кстати, аниме на Кинопоиске. Я посмотрела две серии, которые мне понравились, но забросила почему-то. И хочу сейчас дочитать этот цикл и, наверное, уже потом досмотреть аниме. Миллион раз показывала это прекрасное издание, прекрасное оформление, потому что под супером скрывается настоящее искусство, но я об этом так уже много говорила, что у вас, наверное, уже от этого поташнивает. Ну, простите, такая красота, я готова говорить о ней постоянно. Я рассказала обо всех лучших прочитанных книгах этого года, и в этом году я к этому вопросу подходила серьёзнее, чем в том. То есть мне много книг, которые понравились, но я выбрала самые лучшие для себя, которые перевернули моё сознание, мою душу, вообще, которые очень впечатлили. Поэтому лучших книг оказалось не так уж много по сравнению с тем годом, но зато они действительно лучшие. Это последнее моё видео в этом году, и хотела бы сказать вам огромное спасибо за то, что вы со мной, за то, что вы меня поддерживаете, пишете мне, бывает, такие тёплые слова, после которых мне хочется творить, снимать и больше-больше читать. Спасибо вам большое, всех обнимаю, целую, люблю, и желаю быть счастливыми и здоровыми. Конечно же, без здоровья никуда. Спасибо вам большое за просмотр, с наступающим Новым Годом, отметьте хорошо, весело, до следующего видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok